В театре вся Самара. В зале негде было упасть яблоку. Такая обстановка, как пишут историки, царила 18 сентября 1909 года в театре цирки «Олимп» на концерте Фёдора Шаляпина. Гений оперного искусства лишь раз выступал на самарской сцене, но город не был ему чужим. Наверное, немногие знают, что здесь похоронена его мать, и Фёдор Иванович всю жизнь носил с собой ладанку с самарской землёй. И этот факт даёт нам основание полагать, что мы породнены мистически с Фёдором Ивановичем Шаляпиным. Поэтому мы так трепетно относимся к этой памяти. Открытие памятного барельефа дань Ишаляпину и истории города. Мы знаем с вами, что Фёдор Иванович был в наших местах трижды. И только один раз из этих трёх он был здесь как артист, выступал с единственным концертом здесь в Самаре. И, конечно, здорово, что теперь все гости, все наши горожане, которые будут приходить на концерты в филармонию, смогут увидеть мемориальную доску, посвященную памяти выдающегося российского певца, который здесь своим концертом, я думаю, дал серьёзный толчок в какой-то степени развитию самарской культуры тоже. Работа над барельефом шла около года. В мастерской звучали записи голоса Шаляпина. Скульптор признаётся, стремились передать и атмосферу концертного зала, и не пренебречь их портретным сходствам. Работали с фотографией, где Шаляпин молодой. То есть много фотографий есть, где Шаляпин уже в зрелом возрасте, а вот фотографий, где он молодой, очень малый. Он там, правда, в шляпе. Но мы здесь шляпу не стали лепить. Инициатива увековечить память о концерте принадлежит общественникам. Они же год назад посадили в филармонии молодые дубы. Как уверяют, это потомки дерева, посаженного Шаляпином более ста лет назад. Жители собрали жёлуди с этого дуба и посадили на своих участках. Хотели бы этот дуб всё-таки восстановить на то место, где он и раньше был. А раньше он был вот в 15 метрах от филармонии. Своё посвящение Шаляпину сделал и солист Большого театра Михаил Казаков. После открытия барельефа в филармонии прошёл концерт легендарного баса 21 века. Очень волнительно, что в наше непростое время очень прагматично и рационально происходят такие акции. И что всё-таки душа у русского народа, душа Шаляпина, она живёт, она с нами. Как уверяют авторы барельефа, при разном освещении выражение лица Шаляпина меняется. Вскоре здесь установят вечернюю подсветку. Марина Кравцова, Артём Слайманов. События.